да недолго музыка играла чара скажу привет это пол это дно да здорово спал я сегодня четыре часа как и всегда у меня все пиздец стал четко сплю не больше блять и не меньше чем четыре часа ложусь в 48 утра встаю да привет вот чем сказать покушал два раза пока что насчет спортпита посмотрю я сказал что еще тогда сказал что скорее всего в этот день не смогу посмотреть так что извиняйте в любом случае все отправки пойдут не раньше чем завтра по факту скорее всего послезавтра так что тем более я же даже еще не проверял кто из вас что перевел по деньгам кто ничего еще не переводил я знаю что вот андрюха еще ничего не переводил кто-нибудь ребята видел мой пост с благодарностью который я написал применительно к вам у себя в группе не ребят приемлемой суммы пока что даже близко нет ее нет вообще никакой пока что да я там написал благодарность вам за то что вы меня поддерживаете морально ну кому не впадлу можете зайти почитать вот так что до вашего общем то поддержка это наверно единственное что у меня осталось ну как то так не знаю я хотел бы на самом деле попросить хотел бы попросить чтобы меня уже перестали спрашивать и задавать мне вопрос где моя жена вот потому что этот вопрос если честно меня очень сильно доканывает блять слушать его каждый раз и как бы не знать что вам на него ответить сегодня была попытка с ее стороны в группе выставить меня блять не очень как бы мягко говоря хорошо но я не буду вестись на эту всю хуету если честно не хочу нет это конечно не она я на эту всю хуету вестись не хочу реагировать на это никак я не хочу я надеюсь что у нее благоразумие хватит просто не лезть ко мне вот это в принципе все чего я хочу я хочу чтобы меня блять оставили в покое раз не могут сделать для меня ничего хорошего это лучше просто не делать ничего и не трогать меня как будто меня нет честно говоря блять уже заебался я находиться в этом дерьмовом состоянии мне плевать что пишут ребята в каких-то группах эти ребята все 15-летние чмошники и мне нечего с ними обсуждать я честно устал уже этому солить нервная система пока что дерьмова и будет продолжать блять настолько времени сколько со стороны и и будут пытаться расшатывать найти как как говорится блять если не можешь сделать ничего хорошего лучше не делай ничего вообще зачем блять делать что-то плохое просто потому что ты не можешь и не хочешь сделать ничего хорошего по-моему это блять попахивает каким-то сука хуевым запахом если честно если учесть что у меня выходит целый день как необходимость для восстановления моей нервной системы и тренируюсь я ночью не потому что мне хочется тренироваться ночью а просто потому что блять так получается что у меня организм блять постоянно спит от того что он находится в постоянном блять состоянии я понимаю что это я не работаю я понимаю что это такая блять штука который блять тяжеловато понять особенно тому кто никогда вообще не даже блять близко не понимал что это такое да не расстраивайся тренинде ну блять если честно но я уже заебался и блять я вам больше скажу я заебался в этой стране я блять очень хочу уехать отсюда вот честно блять это вот мое желание блять уехать отсюда и я скажу вам блять вот как на духу скорее всего осенью я отсюда уеду потому что вот так уж она блять все выстраивается что что просто видимо блять надо валить нахуй и все и не потому что блять не потому что у меня не хватает сил находиться здесь а потому что блять я не чувствую здесь возможности блять реализовать то что я хочу реализовать это блять как это клоака просто если честно и просвета блять в этой клоаке ну ближайшее время не будет а ждать каких-то блять чудес не вижу смысла да и есть еще 2 я знаю что за бугром лучше и потому что я знаю что там делать это совсем не та ситуация когда 18-летний мальчик хочет куда-то поехать и ждет что его там все ждут нет я блять знаю куда мне ехать знаю что там делать как там зарабатывать и у меня есть четкие договоренности на основании которых блять меня уже там ждут и мне отвратительно блять российская ментальность если честно с каждым днем блять эта ментальность мне все более и более отвратительно вот пришел тупой блять еще один нахуй я только просил не ебать мне мозги блять про жену и тут же этот тупой пишет где жена блять где нахуй твоя жена вот я про это и говорю российская ментальность блять да растан можно заказать нужно написать мне в личку но заказ от трех флаконов я не продаю его по одному флакону я это тоже говорил вот странная да ситуация блять казалось бы человек блять меня не знает человек блять просто видит меня на экране или на фотографиях и он спрашивает меня где жена блять почему я не спрашиваю блять тебя где твоя да 6 косарей флакон да конечно смогу дать диву но только тут смотри я же объяснял что консультации мои строятся следующим образом сначала вы пишете свой вопрос до того как его оплатить вы пишете свой вопрос я его читаю и вникаю в него если я понимаю что на этот вопрос я могу вам дать нужный вам исчерпывающий ответ который вам поможет тогда я говорю да окей не проблема переводи деньги и скидывай номер карты и только после этого ты его оплачиваешь и уже понимаешь что на свой вопрос ответ получишь а никак не наоборот когда даже не знаю что ты хочешь меня спросить то при этом уже беру с тебя деньги что в этом плане проблемы нету вот надоело постоянно отовсюду получать гадости если честно не хочется просто не хочется зачем за что ёпта может быть потому что не ем говна чувствую что сегодня мне придется опять грузиться углями но только уже сложными естественно никаких простых сегодня уже не будет потому что чувствую блять недостаток меня сегодня с утра нихуевенько пожгло я очень сильно блять сегодня понервничал спасибо за это большое блять но в конечном итоге всегда же все блять привязано только к баблу зачем нужны человеческие отношения знаете кстати сегодня в 8 утра я смотрел фильм про то как фил хит на соревнованиях тренирует ноги блять хочу сказать фил хит крутой ребят хочу сказать что что сука я вот начинаю реально понимать что к чему почему они такие как они это делают и это вовсе не та песенка блять про белого бычка от Александра Федорова который говорит блять что он научится делать мышцы сочными но пока просто не нашел способ вот я не знаю как он к сорока годам не понял блять самых простых и элементарных вещей я хочу сказать что я в свои 31 прекрасно все сейчас понимаю я блять реально я вижу цель и знаю средства на полном серьезе я не понимаю блять почему так сложно осознать механизм блять того как это все происходит когда все настолько на поверхности все настолько блять очевидно вот просто нужно делать довольно большое количество действий для того чтобы выйти на этот уровень но их надо делать блять если эти действия не делать то уровня не будет знаете кстати что я хочу сказать вот блять за весь сегодняшний за все да зачем он мне нужен блять что ему говорить я никому ничего говорить не буду я буду делать сам знаете как такой упрямый упрямый но не глупый баран который блять просто будет биться не головой лучше а копытом в определенную дверь причем я знаю в какую дверь нужно биться вот и как бы лучше это делать копытом просто чтобы ее открыли чтобы голову себе не сломать вот так вот чего я хотел сказать ребят вот за сегодняшнее утро положительных эмоций к сожалению у меня не было были одни отрицательные за что спасибо все сами знают те кто мне эти эмоции предоставил и получил их от меня еще с лихвой обратно вот это не моя вина я вам честно скажу вина не моя я никому не хотел делать неприятно блять и выливать свой негатив просто почему-то негатив сначала льется на меня а потом видимо а потом видимо блять ожидается что в ответ на этот негатив я возьму и начну что-то блять прекрасное делать цветы рисовать наверное блять вот так вот короче говоря но был один очень позитивный момент и я хочу чтобы вы просто понимали что вот знаете как есть такие ребята вот среди бодибилдеров ну вот они уже взрослые мужчины вот Леха Тронов да с которым мы рубились в Краснодаре на Кубке России в 2015 году в супертяжах за первое место да когда Леха меня выиграл ну на тот момент я его не знал ни лично никак то есть ну я знал что есть такой спортсмен и все да вот как бы ну отдадим дань должную Леша заслужил тогда победу это лучшая была его форма из всех что в принципе он показывал по качеству ну и по этой причине плюс естественно опыт и постоянные выступления он меня победил вот при том что разошлись мы в один или два балла но это был очень крутой батл такой же крутой как был батл с Эльдаром на Питере так вот я к чему я знаю что Леша Тронов следит за мной в моем инстаграме в моей группе я знаю он следит за мной там оценивает мои фотки и знаете сегодня он вот под моим постом где я написал благодарность вам всем что вы поддерживаете меня заходите в мой перископ слушайте блять мой маразм смотрите на мои депрессивные блять выражения лица вы слушаете иногда говно которое я на вас выливаю но тем не менее блять я действительно за это многим из вас очень благодарен хоть я вас лично и не знаю вот и когда я написал этот пост я сегодня обнаружил Лешин такой кулачок комментарий такой под этим постом это очень достойно чисто по мужски я объясню вам почему как правило бодибилдеры друг друга очень не любят особенно прямые конкуренты ну знаете так типа блять да он гандон я его выиграю и так далее вполне возможно что с Лешей в этом сезоне мы на том или ином турнире столкнемся опять в одной категории и вполне возможно что мы опять будем бодаться что там как будет неизвестно все вы видите что я совсем другой уже сейчас и выставлю очевидно форму значительно более внушительную хочется надеяться чем это было в Краснодаре я думаю что Леша тоже в носу не ковырял и как бы понимает что ему предстоит довольно тяжелый батл опять но тем не менее это не помешало ему прочитать мой пост и поставить блять мне кулачок вверх в качестве поддержки в том числе и моральной и как бы за уважуху все таки чисто спортивную я не говорю там про какую то там человеческое уважение ну такое спортивное да уважение я понял присутствует в этом человеке и блин мне это очень приятно очень приятно знаете почему видимо просто потому что как спортсмен я не говорю что как человек я блять даже не хочу этот вопрос поднимать но видимо уже просто как спортсмен я свое уважение начинаю заслуживать и мне это действительно приятно потому что ну спорт это на данный момент равняется моя жизнь и другой жизни у меня нет ну то есть ее нет вообще у меня личной жизни нет как таковой как бы на карту поставлено все абсолютно то есть я говорю не о финансах я говорю просто о том о том что кроме спорта у меня ничего нету и я не просто так написал вам в посте что ну блять как бы это сказать то ну что если потребуется поставить свое здоровье то я его поставлю вот и буду это делать ровно столько сколько потребуется пока не получу то что хочу блять морально тяжело ребят реально тяжело морально не физически это все хуйня просто блять иногда тяжело осознавать некоторые вещи блять блять расклеиваюсь нахуй расклеиваюсь нахуй просто я вам расскажу как было дело изначально когда 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 в 21 я стал тогда третий по мужикам вот тогда еще паша кириленко выступал он выиграл тогда в абсолютке кодзоева вот а я выиграл тогда сотку кодзоев кодзоев выиграл тогда по моему категорию 90 климов тогда выиграл категорию по моему 85 вот и была абсолютка тогда на питере вот и я в принципе в 21 тогда заслужил свое право на абсолютку и мы ебашились в абсолютке у меня даже где-то фотки остались такие старые совсем ну вот потом это было с порванной грудью я готовился тогда с порванной грудью когда я ее оторвал вот и кириленко тогда сказал мне потом просто это передали что через несколько лет говорит но он меня не знал тогда особо паша через несколько лет говорит этот парень будет блять выигрывать все вот и у меня уже тогда в принципе это была одна единственная основная цель блять я не ну честно скажу ничего не видел другого это меня ничего не интересовало ну вот ну так обстоятельства сложили что пришлось завязать там грудь не давало тренироваться потом проблемы разного рода начались там со здоровьем и не только и я был вынужден блять это все дела оставить до 2012 года ну блять не как было не просто никак и все я я в 12 естественно не собирался даже соревноваться и даже не верил в то что получится что-то восстановить потому что когда я пришел в зал то дальше тренироваться блять мышцы нихуя не реагировали первое время вот они вообще не реагируют то есть я думал что как бы блять у меня васип только пинками пинал блять да давай надо потерпеть еще немножко позанимайся подожди ты а реакции не было то есть они блять ватные были я ноги качал а как бы не силовые не росли ничего отдача была нулевая я уже думал нахуй все завязать а потом почему-то резко ни с того ни с сего блять как будто блять проснулся организм от спячки блять какой-то вот и в 2014 я для себя понял что в принципе наверное наверное можно попробовать подготовиться хотя сказать честно я не верил в то что блять мне удастся там выставить какую-то адекватную форму вот потом по ходу подготовки мне уже начали говорить что как бы вроде стоит это того хотя честно говоря до последнего момента не верил что я выгляжу таким образом ну который может хоть как-то соответствовать тому что там на сцене люди показывают мне казалось что это полное дно вообще вот ну соответственно потом я уже нужные выводы все сделал поговорил и Вишневский мне все сказал и судьи сказали ну много кто мне блять свое мнение выразил и как бы честно говоря я не особо думал что мне это стоит продолжать делать да хуйня ну а что мне было сказано что как бы блять тебе нельзя прекращать у тебя мышцы другие строение мускулатура другое плотность мышц другая и как бы это такая редкая хуйня и будет очень глупо если ты прекратишь это делать и что-то я такой посидел подумал вспомнил что в 21 год это была блять моя единственная мечта и ничего другого я для себя не видел и как бы блять я был в этом абсолютно тогда уверен а потом нахуй куда-то вся уверенность пропала все куда-то улетучилось начались какие-то проблемы постоянные ну потом я для себя понял что проблемы то они все время а такого не бывает чтобы их не было и почему то чем ближе ты становишься цели которые ты перед собой ставишь тем больше становится проблем и даже там где их раньше не было они начинают вылезать и честно говоря ну надо сказать наверно финансовые проблемы это последние проблемы которые можно считать нерешаемыми это все временная хуйня просто как-то блять сваливается все одновременно в общем короче пацаны сегодня вечером будет тренировка рук все идет блять по плану от которого отступать я не буду в любом случае сейчас схожу в аптеку куплю себе мазь намажу все что можно блять намазать попытаюсь это все дерьмо рассосать насколько это возможно вот луценко сказал что во вторник мы будем снимать видос я постараюсь ко вторнику блять максимально мобилизоваться потому что во вторник у меня ноги сегодня у меня третья тренировка цикла это руки завтра я буду отдыхать приходить в себя вот во вторник вот андрюха кстати здесь во вторник вечером мы будем ебашить ноги андрюха снимать я думаю умеет надеюсь что получится хороший видос постараюсь блять для вас сделать все как надо чтобы вы видели своими глазами что я делаю в зале вот единственное что я не знаю я надеюсь может быть мне удастся коробков зал привести во вторник чтобы он просто меня страховал но если нет значит нет это никак не повлияет на результат ну вот сегодня короче у андрюхи в группе я недорассказал вам смотрел тренировку тренировку ног филохита блять знаете вот что я вам хочу сказать для меня number one на самом деле это филхит то есть мне импонирует довольно много ну американских атлетов ну то есть реально мне приятно на них смотреть мне очень нравится дэкстер джексон с его такой легкой жизненной философией вот ну он такой он очень он видно что мужик хороший блять на самом деле хороший правильный вот мне очень нравится даллас маккарвер я много смотрю далласа маккарвера там совсем другая типология на самом деле я хотел бы вообще вам сказать вы смотрите чаще американские видосы и меньше смотрите русскошлаг блять раискошлаг это не потому что я какой то там не поцриот или еще что то а просто потому что ну да простят меня большинство раиских блять бодибилдеров блять они тупые они тупые и они не имеют цели а когда ты не имеешь цели блять ты никогда ни к чему не придешь и ничему они вас не научат по большому счету у нас есть несколько человек которых я могу почитать по пальцам одной руки кто действительно достоин того чтобы выйти на нужный уровень и хочется верить что эти люди на этот уровень выйдут все остальные это шлак это блять это просто шлак это даже не массовка это люди которые блять ничему вас не научат а будут нести в ваши мозги блять полное дерьмо и засорять их и вы будете продолжать делать те же ошибки которые делают они и никогда ни к чему не придете потому что вполне возможно что здесь в моих трансляциях сидит какой нибудь 15-16 летний будущий чемпион который даже этого еще не знает но через 10 лет возможно он им станет и хотелось бы чтобы эти неогрепшие мозги изначально получали правильную информацию правильную мотивацию и правильную постановку цели они блуждали бы блять в лесу ментальности русского дерьма блять и от этого не понимали бы в какую сторону ему двигаться вот в чем суть поэтому хотите вы или не хотите нравится вам или не нравится но смотреть нужно за лучшими блять и не обязательно находить себе кумира нужно просто научиться выделять у людей у профессионалов у тех кто блять на самом деле добился многого научиться выделять и человеческие и спортивные характеристики которым вы понимаете что вы можете подражать вот и ну я хочу сказать что Декстер Джексон да вот я к этому и возвращаюсь Декстер Джексон очень приятный мужик он такой он лайтовый то есть он ну это немножко не моя философия прямо скажем да я такой по жизни мученик если честно блять вы наверное уже привыкли к этому да поэтому Декстер мне очень нравится он классный но ментальность не моя совсем вот мне очень нравится маккарвер блять он такой молчаливый упёртый блять напрочь блять сумасшедший чувак в глазах которого блять не читается нахуй вообще ничего то есть он он зомби такой знаете вот но тренировки тренировки у него интересные поэтому если вы хотите просто посмотреть на то как блять тяжело тренироваться смотрите маккарвера вот а что касается меня что касается меня наверное ближе всего ко мне это филхит как бы это может быть там пафосно или не пафосно не звучало но и философия блять его отношение к другим людям к другим спортсменам и его тренировочный процесс наверное это то что ну в чем больше всего сходство я вижу с тем как я все вижу просто блять если вы посмотрите в его глаза во время тренировки во время подготовки к соревнованиям вы в этих глазах не увидите блять никаких эмоций их там просто нет нахуй вот то есть я не знаю как наверное не все поймут просто потому что через себя еще это все не пропускали но поверьте там две-три подготовки вы поймете о чем я говорю да есть там то есть там блять такое сука самоистязание видно в глазах филохита вот что там видно что как бы блять человек нахуй каждый раз на карту все ставит и я блять ну нет того за кого я болею сейчас больше вот плюс сам тренировочный процесс он более наверное он более близкий что ли к моему потому что он не работает в таком чисто силовом стиле он работает по ощущениям на свой организм то есть там видно что у него где-то идет отказной подход видно что где-то у него идет совершенно не отказной подход а работа на ощущение но при этом абсолютно в каждом движении там блять я вижу просто стопроцентную концентрацию стопроцентное включение блять того что он делает это очень очень грамотно вы не увидите этого ни у одного российского бодибилдера не увидите блять наши так не качаются наши либо блять с пафосным выражением лица будут рассказывать вам о том как они концентрируются но по сути блять видно что они даже не понимают на чем они концентрируются судя по результату который мы видим потом блять на фотографиях это называется качай ноги растет жопа вот либо они вообще ни на чем не концентрируются они просто нахуй поднимают тяжести по принципу лишь бы побыстрее поднять побольше нахуй и покричать еще при этом чтобы можно было потом написать под видео что это был хардкор блять хуйня это все если честно одно дело говорить громкие слова другое дело делать дело блять это большие две разные вещи очень вот вы спросили про комптона я видел новые фотографии комптона и хочу сказать что я увидел большой прогресс в плане понимания того что нужно делать ему с его формой видимо прогресс этот не только в его понимании но и в понимании его тренера ситуации я поясню опять же в пример приведу вам Александра Федорова который все время ждет что он научится делать сочными мышцы которые блять не могут быть сочными без жесткой диеты так вот прямая противоположность это когда комптон который до этого на всех соревнованиях выходил с пузом неконтролируемым а видно что ему тяжело дается контроль пуза потому что ну Джастин он очень большой чувак то массивный у него очень большие бедра у него широченные плечи ну хуй с ним насинтоленные но тем не менее довольно грамотно насинтоленные огроменные ручища но при этом у него была большая проблема с животом и проблема заключалась не только в том что он его плохо контролировал проблема ну так же как и у руля Винклора такая проблема была проблема заключалась еще и в том что у комптона был очень неглубокий и непроработанный пресс И в многих позах Как обязательных Так и в позах сравнения пропорций То есть в передних и в боковых Была явная дыра То есть там Ну знаете как Если даже в лучшем случае пресс у него втянут Там просто ничего нет То есть там пустота А это как бы не смотрится И теряется очень сильно Вот этот пресловутый средний сектор Если вы обратите внимание на фотографии Которые сейчас выложены опять же у Луценко На дженерейшене Вы увидите что у Комптона Стал пресс значительно глубже То есть видно что шла работа Над тем чтобы добавить глубины в пресс Плюс во всех абсолютно Сравнениях Там четкий контроль талии идет То есть у живот нигде не вываливается Живот везде втянут Поверьте это ебически сложно сделать Это просто ебически сложно сделать Имея очень большую массу По одной простой причине У вас талия это может быть узкая От природы Но она будет узкая Эта талия это Ну как бы если генетически она узкая Вы можете хоть 300 приседать Она у вас никуда не вырастет Эта талия Но Если вы очень большой У вас будет живот Который будет на выдохе У вас вываливаться Дышать грудью мужчине От природы тяжело Мужчина дышит животом Если вы начнете позировать Активно продавливая статику А правильно позировать Это довольно таки тяжелая штука Если учесть что В этот момент ты находишься И на обезвоживании И у тебя только недавно пошел Прогруз углеводами Который возможно Каким то образом Если ты что то Немножко не так сделал Чуть простых углеводов Чуть перегрузил Реально ребят Пол шоколадки Съедите Вот поверьте на слово Просто вы не знаете Я знаю Съедите пол шоколадки Быстро После того Когда у вас была Углеводная яма Вы начали прогружаться Ночью А у вас на следующий день Соревнований Поверьте на слово Съедите пол шоколадки Маленькой Быстро И ваше пузо Вздуется так Что вы не будете знать Что с ним делать От половины шоколадки Съеденной быстро Настолько Блять Организм чутко будет реагировать На каждый попадающий в него элемент Блять Который будет Неправильно съеден Поймите Блять Это такой пиздец Это Блять Такая сложная отладка На самом деле Нужно так четко понимать Когда тебе пить А когда тебе Сука не пить Когда тебе запивать Можно А когда лучше не запить А подольше поживать Блять Это пиздец Ребят Бодибилдинг Это такая Блять Интересная херня В которую Чем глубже ты погружаешься Я имею ввиду Соревновательный Тем больше Ты понимаешь Что твой организм Это на самом деле Блять Большой Большой инкубатор В котором Блять Происходит 24 часа в сутки Какие то Блять Процессы Которые Чтобы познать Тебе нужно Лет 30 Блять И Когда люди говорят Что ой Что то в форму Не попал Блять Ну Не попасть в форму Это вот на самом деле Блять Лишнюю шоколадку Сожрал И в форму Не попал Вот Попил Знаете Вот Ну на самом деле Да Такой вот Хуйнем Скажу Между раундами Выхода Да Попил Чуть больше воды Чем нужно Не просто рот промочил Потому что Ну кто выступал Тот знает Блять Что на обезвоживании Потом Во рту От того Что ты начинаешь Позировать Не просто Сухо становится А слепается Язык прилипает К нёбу Ну я вам не пизжу А губы прилипают К дёснам И тебе тупо Вот так не сделать Вот так просто Не сделать Потому что У тебя все Слипается Ебически И тебе нужно Промочить Хоть как то рот Ну чтобы ты не выглядел Уебаном Просто Да Вот И если блять А пить то хочется Очень сильно Если ты блять Переборщишь Блять В этот момент Ну не промочишь Просто рот И сделаешь там Пару маленьких глотков Да Чтобы было нормально Тебе А чуть переборщишь Блять Эта вода Тут же пойдет Под кожу Вот тут же Нахуй И все Сука И ты на глазах Начнешь блять Ухудшаться Я видел Как это с людьми Происходит Это полный пиздец Он блять Сделал несколько лишних глотков Пошел прожиматься Блять И у него просто Это просто Он потеть начинает Моментально Блять Понимаете У него грим потек Это пиздец Это просто пиздец Он только что был хороший Он уже потек Понимаете Ну Такие блять Тонкости Конечно Их очень много И ну Это нужно учитывать Все И понимать себя Поэтому Когда я видел Фотографии Комптона И Вот эти изменения Увидел в животе Мало того Что мышцы глубже стали Я увидел Что он их контролирует Плюс Ну видно Что грим не тек Видно Что подводка Была сделана Блять Очень грамотно В этот раз Потому что В предыдущий раз Блять Я смотрел его Он был залитой Очень сильно Ну вот Блять Это и есть Тот самый Профессиональный Блять Подход Когда Сука Ну там был Такой самоанализ Сделан Это очень круто Потому что Имея Ну он же не самый Прямо скажем Одаренный Бодибилдер Он просто большой Да Но блять Они сделали Такой прогресс Над формой Это Поверьте Далось им Очень тяжело И то что Вы видите Там Улыбающееся Выражение Лица спортсмена Который там Стал первый Второй Или третий А до этого Блять Ему было тяжело Попасть Там С пятая По третья Блять Там очень много Делалось Реально очень много Делалось И какого бы там Названия не было У этого турнира То есть Блин Там Блять Другой Джастин Комптон Вышел Вот Это с точки зрения Формы А с точки зрения Ну как спортсмен То есть Его Его вообще Телосложение Нет Это мне не нравится Его телосложение И Ну Мне не импонирует Но блять То как они Подошли к вопросу Да Это очень круто Вот Не знаю Я иногда В такие дебри Наверное Залезаю Блять Что вы Слушая меня Начинаете думать Что я Профессор Кислых щей Блять И Что иногда Наверное Линдовера С его Заливанием От молочных Продуктов Слушать проще Чем Анализ Всякий Блять Отживухина Вот Но Тем не менее Если честно Я все таки Если честно Я все таки Ну как сказать Все таки Свои пять копеек Внесу Не могу их не внести И я считаю Что между теорией Практикой Бездна И то что ты умеешь Теории Кучу всего Блять Нарассказывать Это в общем Не значит Что Всю эту теорию Ты понимаешь Блять Где надо На практике Применять А где она Бесполезна Вот Насчет работы С американским Тренером Даже мыслей Таких нету Я могу Об этом Говорить Или думать Только тогда Когда я достигну Этого уровня По моим ощущениям Для того Чтобы выйти на этот уровень Мне нужен еще год Ну Я это говорил Меня спрашивал Вася Кузнецов И я вам это скажу То есть На данный момент Я не чувствую По мясу Что По объемам мяса Что я Ну Могу Это мясо Сопоставить Вот Они действительно Больше Но я могу сказать Что в этот раз Естественно Блять Я выйду И с весом Другим И с объемами Другими Дай бог Только мне не сгореть Потому что я Я очень сильно Я вам говорил У меня организм Очень чутко реагирует На изменения углеводов То есть Мне достаточно Прибавить 50 грамм Углей Я начинаю Увеличиваться Мне достаточно Убавить 50 грамм Углей Я начинаю Съеживаться Это очень тонко Эти моменты Иногда сложно Ловить И если это Накладывается На нервяк То я могу Сгореть За день На 3 килограмма Вот такая У меня Система Обмена веществ В организме Он у меня Очень быстрый Да Я говорю Естественно Не про получение Про карты А про выступление С профессионалами То есть Я Разницу чувствуешь Да О чем я говорю Вот Но Я надеюсь Что у меня Получится сделать То что я хочу Сделать И то что Вишня хочет Увидеть В моем исполнении Ну Тогда По крайней мере Я думаю Что Блять Ну я смогу Составить Достойную По крайней мере Конкуренцию Тем Кто Собирается Выходить Туда И Беспрепятственно Выигрывать Ну Как минимум Блять Я надеюсь Что я заставлю Их понервничать А как максимум Да бог его знает Что получится По крайней мере Я вижу Фотографии Тех Кто Кто Сейчас Собирается Выходить По любителям На Арнольд Классики Я не имею ввиду Наших ребят Я имею ввиду Иностранцев Арабов Я видел Я видел Еще каких-то Молодых ребят Опять же На дженерейшн Выкладывали Парнягу Какого-то Вот 24 года Или Ну Что-то Не помню Сколько Ну и молодой Довольно-таки Парень Написано 108 килограмм Но видно Что он Высокого Роста Конечно Вот Да Ну Могу сказать Блять Что Парень Хороший Пропорции Хорошие Но Мяса На нем Недостаточно Для того Чтобы Например Если этот парень Встанет рядом Со мной Он смог Со мной Конкурировать Не по качеству Мускулатуры Не по глубине Не по объемам То есть Я вовсе Не зазнаюсь И Я вовсе Не считаю себя Number one Там Да Как Знаете Типа Нет у меня Конкурентов Я самый Охуенный Естественно Совершенно Блять Совершенно Не означает Это так Просто Как вам сказать Просто Я на данный момент Чувствую Что моя Мускулатура Находится На том уровне Развития Когда я готов В принципе Дать конкуренцию Сильным Спортсменам На Любительском уровне Вот Так Попробую Наверное Это все Подвести Что ли Если же Говорить О том Какой будет Результат Никто не знает Я это в группе Написал И Скажу вам Это Еще раз Никто не знает Какой будет Результат Вот Поэтому Просто Нужно Делать Дело И Делать Его С полной Самоотдачей Мы с Эльдаром Еще Я помню Говорили Перед соревнованиями Недели За 4 Земля Им Пухом Мы с ним Сидели По моему В тренерской Или не помнили В зале Разговаривали То есть Вот Я ему Сказал Я говорю Ильдар Знаешь Я сейчас Работаю На данный момент На 100% Того Что я могу Сделать И Какой бы Результат У меня не получился Говорю У меня Всегда Для себя Есть Один Простой Аргумент Либо я Выложился На все 100% И мне себя Не в чем Уприкнуть Либо я Не доработал И потом Я буду Этим себя Как бы Сказать Так Этим себя Буду корить Что я Не доработал А вот Если бы я Доработал То возможно Что результат Был другой На что Он мне сказал Знаешь У меня Подход Такой же Я Себя Жалеть Не встану И Не жалел Никогда И Тем более Сейчас Не стану Он сказал Сделаю Больше Чем могу Сделать И Какой будет Результат Мне будет Не стыдно Вот что Мне тогда Сказал Ильдар И Знаете Я хочу Сказать Что Блять Он сделал Больше Чем он Мог Сделать И Наверное Причиной Тому Отчасти Был Я В том числе Блять Ну Когда Ты смотришь Как человек Реально Блять Убивает Себя Намеренно Это Если честно Такое Зрелище С одной Стороны Охуенно Мотивирующее С другой Стороны Это страшно Я не знаю Как я Выгляжу Со стороны Честно Не знаю То есть Я понимаю Что я Работаю Но Я чувствую Насколько Я работаю Но я не знаю Как это Выглядит Со стороны Там Например Отказной Подход Когда У тебя Расконцентрация Иннервация Идет И тебя Начинает Трясти Там Под весом Да Вот это Блять С закатившимися Глазами Короче Вот Но Я видел Как это Делает Ильдар Блять Благодаря Тому Как я Видел Как это Делает Он Я Пытался Выжить Из себя Тогда Больше Чем Я мог Выжить И Ну Это Удалось Сделать Поэтому Моя Удачная Подготовка Тот Уровень Который Мне Удалось Сделать Которого Я Сам От Себя Не Ждал Там Но В том Числе Его Очень Большая Заслуга Земля Ему Пухом Вот А потом После Соревнований Да Мы Говорили С ним Уже А Че Вам Ребят За сутки До того Как он Умер Я С ним Разговаривал За сутки Я Видел Его В зале Днем А На следующий День Мне Через День На следующий День Мне Позвонили И Сказали Что Его Не Стало И Мы С ним Разговаривали Да Он Хотел Выступить Осенью На Чемпионате Мира И Потом Отдыхать Хотел Он Сказал Блять Честно Мне Говорит Очень Хуево Чувствую Говорит Себя Я Очень Хуево Но Говорит Ты Знаешь Очень Странно При том Что Я Очень Хуево Чувствую Говорит Меня Нереально Прет То есть Ну Видите Видимо Это Когда Организм Исчерпывает Свой Ресурс У Тебя Начинается Какая Это Временная Эйфория И Во Время Эйфории Ты Не Понимаешь Что Что происходит Тебе Кажется Что Тебе Заебись А На самом Деле Тебе Пизда Вот Организм Себя Пытается Обмануть Видимо Каким То Образом Вот И Мы С ним Говорили Обсуждали Как раз Беграми Я Помню Что Он Там Блять Недостижим В плане Объемов И всего Я Говорю Ты же Понимаешь Что Равнять Себя На Беграми Не Стоит Потому Что Это Заведомо Как бы Неправильное Направление Он Слишком Большой Надо Выбрать Немножко Другие Виктора Говорю Ну На Кого Равняться Он Говорил Да Я Понимаю Мне 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 Нравится Я Хочу Быть Большим И Я Хочу Стать Про И Для Этого Все Буду Делать Пока Не Стану Он Хотел Да Очень Хотел При Том Что Я На Тот Момент Об Этого Не Думал Как Раз Чтобы Стать Про Он Уже Тогда Хотел Стать Про Вот Поэтому Каждый Раз Когда Я Это Все Вспоминаю Я Заставляю Себя Работать За Двоих За Себя И За Него Ну Просто После Того Как Я Я Вам Недавно Рассказывал Я Тренировался И Увидел Его В Зале Когда В зале Никого Не Было Он Сидел На Соседнем Тренажере Смотрел На Меня Улыбался Вот Такой Вот Я Увидел Вещи Вот Я Понял Что В принципе Сдавать Назад Мне Нельзя Потому Что Я Сейчас Делаю Дело За Двоих Вот И Я Знаю Что Он За Мно Следит И Пока Я Не Сделаю Все Так Как Надо Сделать Я Думаю Что Блядь Он Будет За Мно Следить Не Знаю Видимо Видимо Что Это Нас Связало На Подготовке С Эльдаром Очень Сильный Потому Что До Этого Я Не Знал Он Пришел Он Такой Пробивной Был Парень Он Пришел Позвонил Мне Мне Дали Ваш Телефон Здрасте Я Хотел Устроиться Вы Меня Не Знаете Я Один Раз Отменил Перенес Был Занят Потом Второй А Он Прямо Звонил Он Такой Надо Было Значит Надо Было Делать Ну И Потом Он Пришел Такой Я Вижу Он Такой Весь На Оптимизме Такой Заряженный Я Хочу Работать Мне Нужна Работа Я Буду Пиздец Впахивать Но Я Вижу Что Он Реально Такой Открытый Он Был Очень Спокойный По Жизни Ну И Соответственно Я Сразу Его Взял Мне Очень Понравился Приятный Человек Такой Открытый Не Замкнутый Нихуя Но При этом Блядь Он То есть Был Пробивной То есть Сказать Что Он Знаете Такой Был Рубаха Парень Нихуя То есть Если Блядь Стояла Через Человеком Цель То Он К этой Цели Шел Бы Так Как К этой Цели Можно Прийти То есть Нужно Было Бы Пойти С кем То Договариваться Он Бы Пошел И Договорился Блядь Мы же С ним Тогда Немножко Повздорили Поругались Но Потом Как бы Он Извинился И Был Готов Сделать Там То есть Какие-то Другие Шаги На Что Я Сказал Не Надо Просто Ну Как бы Ты Друг 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 Поняли И Как бы Недопонимание Не возникло Нигде И Ни В чем Поэтому Я Что Тогда Говорил Что Сейчас Говорю Что Потом Буду Говорить Дай Бог Что Вильдара Я очень Уважаю Как Спортсмена И Как Человека Но Последнее Время Перед Его Смертью Ему Было Очень Тяжело И Знаете Ребят Вся Тяжесть Того Что Происходит У Мужика Как Правило Всегда Связано С Женщинами И Он Не Был Исключением Женщины Сыграли Свою Не Очень Хорошую Роль В Этом Все Это Все Что Я Могу Вам Сказать В Принципе Не Хочется В Эти Дебри Лезть Но Он Был Очень Хорош Человек И Сейчас Блять Чем Ближе И Чем Тяжелее Становится Тем Тем Больше Я Понимаю Что Блять Не Могу Нельзя Надо Делать Блять Надо Делать Больше Чем Могу Сделать Иначе Блять Иначе Я буду Слишком Слабый Насчет Того Что Он Говорил Что Он Подлечился Да Он Вышел Из Больницы Мы Как раз С ним Разговаривали Я Ему Говорю Слушай Ну Тебе Может Быть Немножко Надо Отдохнуть Говорю Все Таки Сердце Прихватило Все Серьезно Да Нет Говорит Мне Прописали Там Лекарства Я себя Хорошо Чувствую Все Заебись А сам Блять На следующий Же День После Того Как Сердцем Его Увезли Блять Он Уже Пошел Ноги Тренировать Ну Это Конечно Безбашенность Полная Блять Полная Безбашенность Ну Тут Так Либо Блять Пан Либо Пропал Ребят Ты же Никогда Не Знаешь Пан Или Пропал Как Говорится Человек Предполагает А Бог Располагает Вот Я думаю Что Эта Фраза Была Есть И Будет Применима И Никто Из Нас Не Знает Сколько Мы Проживем Вот И Как Все Закончится У Кого То Красиво У Кого То Никак Вот Мне Кажется Единственное Что Надо Сделать Это Это Сделать Так Чтобы Когда Тебя Не Стало Тебе Вспоминали Блять Ну Знаете Как Можное Большее Количество Людей Ну И Чтобы Желательно Вот Этого Большого Количества Людей Ты Не Вызывал Ассоциаций Говна Вот Чего Хочется Потому Что Если О Вас Вообще Никто Не Вспоминает Значит Жили Вы Зря Если О Вас Вспоминают Только Негативно Значит Слишком Много Говна В Жизни В Своей Вы Сделали Только Позитивно Вряд Ли Возможно Сделать Чтобы О Вспоминали Все Таки Невозможно В жизни Дружить Со Всеми И Делать Всем Кто-то Всегда Останется Недоволен Вот Поэтому Живите Правильно Вот Что Хочу Сказать Я В своей Жизни Уже На данный Момент Сделал Много Вещей Которые Можно Было Сделать Иначе Если Повернуться Назад И Попытаться Что-то Поменять Было Ли Это Сделано Правильно Или Было Это Сделано Неправильно Не могу Сказать Не знаю Потому Что Рассматривая Каждую Ситуацию Я понимаю Что Если Я бы Сделал Иначе То Другому Человеку Было 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 Хорошо Но Не Было Бы Другого Того Что Получилось В итоге И Таких Несколько Ситуаций То есть Если бы Не так То Было Бы Иначе Но Тогда Не Было Быть Через Время Вот Так Это Просто Когда Я Это Анализирую Поэтому Я верю В то Что Что Все Что Не Происходит Оно Происходит Не Просто Так Верю В то Что У каждого Человека В жизни Есть свое Предназначение У кого-то Это Предназначение Заключается В том Чтобы В школе Поставить Подножку Какому-то Другому Человеку И Чтобы Тот Человек Когда Он Ударился Это Вызвало В его Голове Какие-то Реакции После Которых Его Жизнь Изменилась И Он Стал Великим А Функцией Того Который Поставил Подножку В жизни Была Всего Лишь Поставить Подножку Этому Великому Человеку Который В итоге Стал Великим К сожалению Никто Из нас Не знает Кто Будет Великий А чья Функция Просто Поставить Подножку Расстроить Обидеть Нагадить Да Может Быть То есть Ну Про это Вы знаете Не знаете Есть Целый Большой Большой Такой Рассказ Про Как один Старик На небо К Богу Попал И он Долго Долго Вопрошал Бога Господи В чем же В чем же Была суть Моего Предназначения Я так и не понял Не знаете Вы этот Рассказ Наверное Да Он такой Очень философский Но Блять В нем Ебический Глубинный Смысл Заложен Когда Знаете Каждый Хочет думать Что он Великий Каждый Хочет думать Что У него Есть совершенно Сакральный Смысл Существования А Ну я вам Расскажу Тогда Сейчас Это Потому что Рано или поздно В жизни Вы с этим Столкнетесь И это Очень сильно Вам пригодится Когда Вы будете Это вспоминать Давайте Я не буду Очень долго Эту Историю Рассказывать Я расскажу Вам ее Вкратце Чтоб вы Суть Понимали Суть Очень простая Я же Говорю Нужно Просто Жить Блять Своей Жизнью И стараться Делать Только то Что ты Умеешь Делать И не Пытаться Сделать То Блять Что ты Не умеешь Сделать Потому что Это не Твое И все И задачей Заключается Лишь То Что Задачей Заключается Лишь Понять Что ты Умеешь Делать А Что тебе Не Дано И Вот Если У вас Это Получится Сделать То Считайте Что Живете Вы Не Зря Если Не Получится Этого Сделать То Время Проходит Впустую Так Вот История Вкратце Она Такая Жил Да Был Старик И Вот Значит Этот Старик Жил Жил Умирает И Вот Значит Он Умер И Попадает Он К Богу И Бог Сидит Так На него Смотрит А Старик Говорит Господи Как же Долго Я Мучился Наконец Ты Говорит Забрал Меня Я Говорит Так Тяжело Жил А Бог Говорит А Чего Ты Говорит Жил Тяжело Нормально Ты Жил Боженко Говорит Я Ведь Так И Не Нашел Себя Сначала Говорит Я Говорит И Дети Говорит И Потом Внуки И Я Говорит Так Старался Я Так Любил Жену Говорит И Воспитывал Своих Детей Правильно Ничего Не Получилось Дети Выросли Какие Неправильные Хотя Я Говорит Так Старался И Жена Говорит У меня Потом Говорит То ли Там Я Уж Не Помню Как Там В Рассказе Или Ушла Она От Него Детей Говорит И Я Старался Вложить В них Говорит Только Самое Хорошее И Самое Доброе Я Думал Что Мое Предназначение В том Чтобы Этих Детей Учить Но Нет Говорит Бляй Ни Один Из Тех Кого Я Учил Не Вырос Хорошим Человеком Выросли Ведь Одни Подонки Я Специально Волновался Думал Что Удастся Нет Боженька Не Ну Как Ж Говорит Если У меня Не Получилось Воспитать Своих Детей Умными Говорит Я Подумал Что Тогда Я Буду Воспитывать Других Я Нес Только Добро Я Учил И Литературе И Русскому Языку Я Так Старался Бог Говорит Да Нет Твое Предназначение Было Совсем Не В этом Он Говорит Ну А В чем Говорит Я Был Хороший Семьянин Говорит Я Думал Что У Меня В ЭТОМ Предназначение Так И Здесь Говорит Ничего Не Получилось Говорит Что Ж Я Говорит Боженька Так Себя Говорит Ты Не Нашел Говорит В чем Мое Предназначение Это Было А Бог Говорит А Помнишь Говорит Ты В Пятом Классе Рыжую Девочку Говорит Такую Обижал Постоянно Он Говорит Да Вроде Помню Была Говорит Такая Че Помнишь Говорит Она Бежала Говорит А Ты При Всех Ей Под Ножку Поставил И Она Говорит Упала И Прям Говорит Мордой В Дерьмо Помнишь Он Говорит Помню Боженька Говорит Мне Очень Стыдно За Это Но Я Был Глупый Говорит Маленький Я Думал Что Это Смешно Он Говорит А Это Говорит Не Смешно Это Было Твое Предназначение Как Не Понял Ну Как Говорит Эта Девушка Говорит После того Когда Упала Рожей В Дерьмо Говорит Переосмыслила Всю Свою Жизнь Говорит Выросла Говорит И Нашла Себе Говорит Очень Умного Мужчину И После Этого Говорит У них Родился Ребенок И Вот Этот Ребенок Говорит Он Когда Вырастет Он Станет Великим Политиком Который Изменит Мир Все Говорит Твое Предназначение Свелось К тому Чтобы Вовремя Поставить Этой Девочке Подножку Чтобы Она Вовремя Упала Говорит В нужную Кучу Говна Лицом Вот Говорит И все Ты свое Предназначение Выполнил Говорит Все Остальное Это Просто Говорит Ты Это Не Блядь Не Каждый Захочет Принять Но На самом Деле Так Ведь Оно И Есть Если Вы Посмотрите В интернет То 90% Именно Такую Функцию Имеют Поставить Подножку Чтобы Кто-то Упал В свое Время Лицом В говно И Когда Из этого Говна Поднялся Он Что-то В своей Жизни Пересмотрел И Возможно Что Либо Он Сам Либо Потом Его Ребенок После Чего-то Там Вырастет Великим Человеком Который Сделает Что-то Такое Чего Не Делали Еще Очень Долго Не Сделают После Него Поэтому Надо Просто Делать Своё Дело Если Ваше Дело Заключается В том Чтобы Поставить Подножку И Чувствуете Что У вас Просто Свербит В одном Месте Как Вы Хотите Кому Ну Что Поделаешь Возможно Что Это И Есть Смысл Вашей Жизни А Возможно Что Смысл Вашей Жизни Заключается В том Чтобы Оказаться Тем Человеком Которому Когда Нибудь Какой Нибудь Гандон Поставит Эту Гадкую Подножку Так Или Иначе И Вы Упадете Рожей В дерьмо И Когда Из Этого Дерьма Вы 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 Станете Совсем Другим Человеком Вот Что Я Хотел Вам Рассказать Сегодня Такой Конечно Получился Извините Охуеть Какой Философский Сеанс Но Как Вы Знаете Блять У Меня Не Всегда Получается Веселить Всех Подряд И Спать Спасибо Что Послушали Мою Хуйню В очередной Раз Вот В чат Я видел Ваши Заявки Что Вы Добавлялись Там Я Вас Закину Чуть Попозже И Какие То Заказы Кто Из Вас Мне Писал Я Посмотрю Отвечу Единственное Прошу Не Не Нервнич Что Я Вам Не Отвечаю Сразу Это Нормальная Хуйня В данном Состоянии Меня Подколбашивает Психологически Поэтому Я Втупляю Вот Так Все Давайте Может Вечерком Выйду